Всем привет! Сегодня у нас первое весеннее бьюти-видео, такой легкий старт к новому сезону. У меня здесь есть посылка от Look Fantastic. Это, по сути, мой подарок к 8 марта. В прошлом году они тоже присылали очень-очень классный пресс-пак с разными средствами, которые я потом в течение всего года, на самом деле, вам показывала, делала какие-то обзоры. Но мне самой очень интересно, что же они прислали в этом году. И также я сделаю обзор на те средства, которые упоминала ранее. Это и Medicaid, и еще какие-то средства, которые я просто показала, но не выдавала им конкретного мнения. Давайте приступим, мне самой не терпится, мне очень интересно, так что поехали! Кстати, это необычная рассылка продукции, которая представлена на Look Fantastic к международному женскому дню. У нее гораздо глубже посыл. Мне это понравилось, и я решила их поддержать, потому что здесь собраны средства брендов, которые были созданы женщинами для женщин. И это еще как бы одно напоминание, даже можно сказать мотивация для нас с вами, чтобы мы, женщины, поддерживали друг друга. Это очень важно. И теперь давайте рассмотрим, я надеюсь, что мне будет что сказать о средствах, о брендах, возможно, истории какого-то бренда. Давайте заглянем, что же внутри. Мне сразу попалось то, что я реально собиралась докупить к весне. Мне, к счастью, нет предела, сейчас подождите, я принесу пустую банку. Как-то в конце прошлого года я говорила, что буду знакомиться, буду пробовать средства от бренда Medicaid. Пишется Medic 8, я уверена, что вы встречали название или где-то на фотографиях видели эти средства, потому что они довольно популярны. И меня это немножко настораживало, потому что отзывы только хорошие. Я знаю, что этой продукцией пользуются и косметологи в салонах красоты. Но я вот не знаю, когда что-то у всех на слуху, я всегда не то чтобы с недоверием к чему-то отношусь, просто у меня появляются какие-то завышенные ожидания. Но, к счастью, в случае этого дуэта все абсолютно оправдано. Я не то чтобы не разочаровалась, я пойду еще и докуплю сыворотку, потому что этот дуэт это что-то фантастическое. Я говорила, что есть рабочие витамины С, что они разглаживают, что они придают сияние. Это действительно так. Но найти, во-первых, стабильный витамин С, который будет работать на будущее, и не раздражающий, супер мягкий витамин С, вот это уже реальная задача, потому что многие сыворотки с витамином С работают немного как кислоты. Они могут раздражать кожу, и у меня кожа чувствительная. Я даже не ожидала, что мне настолько придется по вкусу. То есть я это наносила на лицо, и каждый раз я кайфовала от того, как выглядит моя кожа. Вот эта сыворотка, она на такой масляной основе, но здесь в составе масло ЖЖБА, и оно не забивает поры, это раз, во-вторых, оно подходит к каждому типу кожи, и оно смягчает, хорошо напитывает. Я сейчас уверена, что эти два средства хорошо проявят себя именно в это время года, когда еще не жарко и уже не так холодно. Причем зимой это была еще и отличная защита от пересыхания, от обветривания, от переменной температур, то есть от всего того, чем может страдать кожа в холодное время года. И я настолько обленилась с этими средствами, в том плане, что моя кожа ничего от меня не хотела. У меня не было высыпаний, мне не хотелось делать какие-то очищающие маски, тем более ходить на мануальную чистку, или я даже могла себе позволить использовать кислотный пилинг гораздо реже, чем ранее. Вот как-то все было настолько хорошо, что как только я начала пробовать еще что-то, что-то еще искать, я поняла, что мне реально очень сильно хочется вернуться к этим баночкам. И сколько бы они не стоили, я считаю, что в этом случае цена оправдана, и вы знаете, у нас реально очень хорошее начало, в всяком случае для меня. И я вам абсолютно честно говорю о том, что если вы намерены потратиться на уход, то вот это будет хорошая инвестиция в красивую кожу. Сыворотки нужно совсем чуть-чуть, и если вы даже нанесете ее в теплое время года, она довольно быстро впитается, а крем имеет легкую текстуру, макияж на это все наносился безупречно. И даже вот когда я пользовалась этим витамином С, поры были такими более собранными, так знаете, держались бодрячком, и вообще просто состояние кожи очень сильно радовало меня. Так что это вот мои настоящие мастхавы. На весну это будет мой себе подарок. Докуплю сыворотку, потому что не зря на эти средства очень хорошие отзывы. И еще такой момент, здесь химический SPF, но он вообще не раздражает кожу, даже если она какая-то реактивная. Так, это у нас очень интересная сыворотка, я бы даже сказала уникальная о своем роде. Это бренд Аурелия. Я как-то немножко читала о создательнице. Какое-то время тому назад она сама боролась с высыпаниями, с какими-то несовершенствами на коже. И она решила создать марку, которая будет направлена на решение этих проблем, и также оказывать антивозрастное действие. Потому что время идет, и хочется поддерживать красоту нашей кожи в любом возрасте. И то, чем славится марка Аурелия, это наличие пробиотика во всех средствах. А пробиотики очень хорошая штука. Попадая на нашу кожу, они влияют на состав ее микрофлоры. То есть, если вам нужно антибактериальное действие, заживляющее, балансирующее, если у вас дерматит, если у вас чешется кожа, если она такая раздраженная, если вам нужно улучшить ее защитные свойства, пробиотики могут вам очень сильно помочь. Помните, как-то я начала хвалить эссенцию от марки Миша, потом мне нравилась сыворотка от марки Ланком. Там также были пробиотики. И я поняла, что когда я пользуюсь чем-то с пробиотиками, у меня гораздо меньше высыпаний. И вообще, просто, вы знаете, состояние лица улучшается. И пусть даже не каждый день, но хотя бы несколько раз в неделю, это как, знаете, что-то очень хорошее, как суперфуд для вашей кожи. И те, у кого есть проблемы с защитным барьером кожи, тоже оценят это средство. У нее очень легкая текстура. Пахнет чем-то, какими-то цветами, но очень ненавязчиво. Очень нежный аромат. Ой, я с удовольствием начну это использовать. Вот реально я вам говорю, что я пришла к выводу, что пробиотики, витамин С, ретинол, это то, что конкретно в моем случае работает на 100%. Слушайте, кожа настолько увлажнена. Я также знаю, что пробиотики участвуют в формировании церамидов. А именно из них состоит защитный барьер нашей кожи. И благодаря вот таким средствам кожа менее как бы теряет влагу. Она более увлажненная и вообще такая цветущая. Вот эффект пламп, знаете, как будто она надута изнутри. Но не так, как накачана какими-то филлерами. Она такая более густая, вот знаете, более плотная что ли. Я думаю, что не зря у нее столько награды, а я это проверю на себе. Написано осторожно. Этот продукт вызывает зависимость. Рекомендовано использовать 8 часов каждый день для максимальных результатов. Так, что это у нас? Sleep марка. Насколько я знаю, это изделие из шелка. Это очень красиво. Такое нюдовое оформление. Я пользуюсь такими вещами. Не знаю, как вы, а я использую маски для сна. И шелковой масочки у меня нет. Так, я не поленилась и сходила за этим. В прошлом году в такой же рассылке к 8 марта мне попалась резинка, которую я берегу. У меня везде вот эти Invisibubble пружинки. Но к вот этой я отношусь с особой осторожностью, с уважением и любовью. Потому что она выполнена из шелка. Это не дешевое удовольствие. Но я всегда завязываю ею волосы на ночь. Она не травмирует волосы, она не выдирает их. И моя мечта это купить наволочку, на подушку тоже из шелка. И желательно сразу несколько. Вот. Шелк оказывает антибактериальное действие. И вот эта вот вещь для сна мне точно пригодится. Это настолько нежно и мягко. Еще она такая прохладная. Скажите, вы пользуетесь масками для сна? Иногда Томик сидит в телефоне, и я не могу уснуть, когда есть какой-то источник света. Также, когда я после спорта не могу успокоиться, мне помогает какой-то спрей для подушки и масочка. Тогда я могу как-то отключиться от всего и спокойнее, быстрее засыпаю. Хотя, я говорила вам, что я просыпаюсь в 6.15, поэтому где-то после 11 меня и так начинает клонить в сон. И я стараюсь ложиться спать не позже 12 ночи. Кстати, это очень классная идея подарка. Во всяком случае, я крайне довольна, что моя коллекция шелковых изделий пополняется. И если вы отращиваете волосы, то также обращайте внимание на резинки, которые вы используете. Потому что, если вы завязываете волосы и чувствуете, что мама туго косичку заплела, как в том анекдоте, то смените резинку срочно, потому что вы точно не отрастите себе волосы. О, класс! Новое средство от бренда Филорга. Вы меня исправили, потому что я говорила Филорга. Недавно в инстаграме показывала вам мою любимую масочку. Тоже оставлю на нее ссылку. Я тоже заказывала ее на Look Fantastic. При длительном использовании она дает эффект, как после какой-то салонной процедуры. Кожа обновляется. Она при нанесении очень кремовая, даже может немножко покалывать, но потом после нее личико такое посвежевшее, очень и очищенное, и какой-то такой сияющий тон кожи равномерный. Оставлю вам ссылочку внизу, если захотите себя побаловать, купить себе что-то в подарок. Также я знаю, что на Look Fantastic 8 марта будут очень выгодные предложения. И приятные цены на те средства, которые я показываю сегодня. У них постоянно там что-то можно выгоднее купить. Я вам это говорю как и покупатель, потому что я сама регулярно у них что-то покупаю. Даже сегодня приехала посылка от бренда Molten Brown. Я так открыла, спрашиваю, вы мне это прислали? Нет. Оказывается, что это Томак купил. Мы как-то были в отеле, и он говорит, боже, какой классный гель для душа, вот как ароматерапия какая-то происходит. Он не дешевый, но Томак иногда себя балует. Что-то мужчине надо. Я ему подсовываю какую-то сыворотку, он крем нанес, и все, паста для волос, которую он также нашел в коробочке Mankind. Это такая коробочка средств для мужчин. И также у меня есть подписка на ежемесячные коробочки Look Fantastic. Много всего классного там находила. Все нужные ссылки ищите в инфобоксе. И вообще, я также делаю для вас список моих любимчиков, которые вы сможете там найти. Возможно, вы захотите купить что-то, воспользоваться скидкой. Тоже заглядываем в инфобокс. И я, представляете, купила там консилер от Armani. Получается, с 50% скидкой, если сравнивать с ценами в других местах. Потому что его начальная цена на Look Fantastic так ниже. Учитывая еще там акцию, было минус 25% перед праздниками. Или Black Friday. Ну, в общем, какие-то такие вот эти сезонные скидки были. Я заказала. И реально очень выгодно. И, конечно же, у них там только оригинальная продукция. Но мы с вами продолжаем. В этот раз буду знакомиться со скрабом для лица. Вы знаете, что я не особо люблю скрабы. Я больше какие-то энзимные пилинги. Вот щеточку использую. Но как-то скрабы именно с частичками, это не совсем моя тема. Но давайте вскроем, посмотрим, как это выглядит. По-моему, это то, что я видела у Вики Ковки. Она была на презентации. О, вау. Окей. Какая-то нанотехнология буквально. Наверное, девочки, я ошиблась все-таки. Это не то, что я себе представляла, когда говорила о скрабе. Выглядит он как что-то супер мелкое, взбитое. И вот я взяла только с крышечки. Оно прозрачное. Есть мельчайшие частички, как пудра. Что вы используете от бренда Филарга? Я влюбилась в маску. Я готова заказать еще. Только напишите, что. Что заслуживает моего внимания в первую очередь. Я даже не видела никаких отзывов на это средство. Хорошо, буду первооткрывателем. Надеюсь, что мое лицо на меня не обидится за это. О, вау. Бренд New Face. Я как поняла, что в течение записи этого видео я постоянно куда-то буду бегать, что-то буду приносить. Потому что мы с Лукфантастик дружим уже несколько лет. И у меня есть очень много средств, разных устройств, приборов, проверенных временем. Этот прибор был в прошлогодней рассылке. И я вам скажу так, что в моей косметичке, в моем бьюти-царстве есть всего несколько приборов, которыми я постоянно пользуюсь. Это New Face и Foreo. Сколько бы ни говорили, что эта щеточка неэффективна. На мне она работает. Я ее очень сильно люблю. И регулярно ее использую. А New Face стала для меня новинкой. Я как-то пошла к косметологу. У меня нет времени. И скажу вам честно, что посещение косметолога это очень сильно бьет по карману. А это тоже немножко подсаживает. Потому что я пришла к косметологу и говорю, что мне нужно что-то сделать с отеками. Мне предложили микротоки. Это очень простая процедура, скажем так. Но ее нужно делать регулярно. Нет смысла один раз в месяц поехать на микротоки. Это нужно делать каждую неделю. И каждый раз выделять как минимум 3 часа времени, чтобы куда-то доехать, припарковаться. Опять же заплатить за парковку, сделать процедуру. А тут масочка, еще что-то. Так вот, если вы пересчитаете, сколько стоит курс у косметолога, курс микротоков я имею в виду, и сколько стоит этот прибор, то я думаю, что вы сразу поймете, что выгоднее приобрести что-то такое и использовать дома. Есть инструкция, где показано, по каким линиям нужно выполнять массаж. Если вы хотите что-то антивозрастное, что-то чуть больше, чем обычная масочка, такая салонная процедура на дому, я очень советую потратиться на прибор New Face. Я очень довольна своей версией мини, насколько я помню, у меня именно такая. И я даже не думала о том, чтобы приобрести большую. Хотя, кто его знает, и также очень здорово спасает в путешествиях, когда затекаешь настолько, что ты перестаешь быть похожей на себя, что со мной случается. Я очень плохо переношу перелеты, и внешне, и внутренне тоже. И к чему вот эта долгая предыстория. Гаджет очень классный. Если хотите купить себе что-то толковое, то вот это действительно хорошая вещица. И, насколько я поняла, это дорожная версия. Тоже от бренда New Face. Красивое розовое оформление. И вот написано, что это не просто один гаджет, а целый набор очищающие салфетки, сыворотка и гель, который мы используем с этим прибором. То есть, мы не водим им по чистому, сухому лицу, по чистому, но с гелем. Я иногда использую гелевую масочку, чтобы он скользил, чтобы вы ничего себе не тянули. И он даже не пачкается, его просто так протираешь чем-то, и с ним все в порядке. Надеюсь, теперь я просто заброшу его в свою дорожную сумку и перестану забывать это устройство, потому что это моя боль. С вот этой вещичкой мы знакомы. Только у меня была подкрашенная версия. Если вы регулярно смотрите мои ролики, то точно слышали от меня о бренде «Доктор Лип». Очень интересная история. Изначально этот знаменитый бальзам создавался как мазь для потрескавшихся сосков. Если вы кормящая мама, то вы знаете, что жизнь может превратиться в ад, если у вас настигает такая проблема. И, конечно же, состав этого средства полностью натуральный. И суть в том, что он оказывает очень классное заживляющее, восстанавливающее действие. У него такая плотненькая текстура. И оно моментально смягчает губы. У меня было похоже, я вам говорю. Ну, просто тонированное, да, придавало оттенок. Тоже хорошая вещица на самом деле. Его нужно чуть-чуть. Это вот такая как мазь, да. Ничем не пахнет. И наносим на губы, на все потрескавшиеся участки, которые требуют какого-то дополнительного ухода. Вот у меня сейчас пересохли губы, например. И это называется «Доктор Лип». То есть я ничего не придумываю. Его можно использовать на губы. И даже нужно. Просто если у вас есть какой-то участок на теле, на лице, который требует экстренной регенерации, то наносим. И очень приятное ощущение. И вот этот эффект удерживается до 8 часов. То есть за это время средства успевают поработать. И пропадает вот эта шероховатость, стянутость, возможно, даже зуд. Я сама использовала целую упаковку. И сейчас поставлю на туалетный столик. Каждый раз, когда крашусь, наношу какой-то бальзам на губы. Теперь это будет вот этот «Доктор Лип». Очень вам рекомендую. Как для более деликатных областей на теле, так и, в принципе, куда вам только захочется его намазать. Потому что, еще раз повторюсь, состав гарантирует полную безопасность, куда бы вы его ни нанесли. Я уже думала, что это какие-то витамины. Нет, это не витамины. Это сыворотка в такой капсульной формуле. То есть каждая, чуть не сказала доза, порция сыворотки у нас будет активироваться, как только будем ее открывать. Бренд называется «И-кукинг». И мне как-то попалась то ли сыворотка, то ли крем под глаза. От этой марки я начала читать. Создательница бренда решила сделать свою косметику. Но не просто так. У нее очень большой опыт работы в бранже. Она работала в косметической индустрии более 20 лет. И начало ее пути, начало создания этого бренда, выглядело так, что она сидела на своей кухне. Все это собирала, варила, готовила. Кремы, сыворотки. И разливала в обычные баночки, не специальную какую-то тару, а просто чистые баночки из-под джема. Ну, то, что у нее было дома. Конечно же, за долгие годы это все изменилось. И сейчас это всемирно известный бренд, который ценится, который уважается. И конкретно это у меня омолаживающая сыворотка с витамином А. Ретинол очень нестабильный товарищ. Он любит быть в темноте, он любит быть в стекле, он не любит, когда есть доступ воздуха к средству. То есть, если это крем, то как бы не очень хорошо. Лучше сыворотка, что-то с помпой. А здесь очень классный формат. Вот берем, открываем и все. Можем быть уверены в том, что сыворотка начинает работать только тогда, когда мы вскрываем капсулу. Еще знаете, о чем я подумала, что когда куда-то едешь, это вообще так здорово. Берешь с собой несколько капсул и все у тебя хорошо. Я очень надеюсь, что меня не подведет. И вот такая сыворотка. Я еще подумаю, когда я буду использовать ее. Сейчас или, наверное, сейчас. Я не люблю ждать. Масочка-масочка. Это хорошо. Бренд Антиподис. Я надеюсь, что я правильно произношу. И если это неорганическая косметика, то точно натуральная. У них суперчистые составы. В этом... Нет, не в этом. В прошлом году, когда у меня были проблемы с кожей, мне нельзя было ничем пользоваться. Я ограничилась только натуральным маслом. Тогда я использовала вот это. И говорила вам, что оно очень хорошо насыщает кожу, питает ее. При этом не жирная. Также это у меня масло шиповника и авокадо от той же марки. И вот если у вас проблемная кожа, то обратите внимание именно на масло шиповника. Я наносила прямо на область декольте. У него немножко специфический аромат. Но вы мне писали, что у масла шиповника всегда так. Эта же масочка идет с медом манука. Я где-то читала легенду. Возможно, это правда, что настоящий мед манука есть только в Новой Зеландии. И вот здесь, как основной компонент, нам предлагают именно этот мед. Он славится не только своим восстанавливающим действием, таким заживляющим, но еще и антибактериальным. То есть хорошо подойдет для проблемной кожи, которая также нуждается и в увлажнении, и в питании, и в восстановлении. И хорошо, когда это все в комплексе. Интересно, как она пахнет. Вечером ею тоже воспользуюсь. Чем-то таким приятным, натуральным. Какой-то травкой, но с какой-то сладостью. Я думала, я не знала, чего ожидать. Скажу вам так честно, абсолютно. И у нее легкая текстура. То есть мед ассоциируется с чем-то таким тягучим, с чем-то таким неприятным, с чем-то, что будет сложно смыть. Тут же нет. Все приятненько. Если вы смотрите визажиста и блогера, и, насколько я помню, она также является креативным директором марки Lancome, Лизу Элдридж. Во всяком случае, и раньше она работала на Lancome какое-то время. Возможно, сейчас что-то изменилось. Она часто использовала эту тушь. Говорят, что она, знаете, такая эластичная, супер черная. И в составе есть также масло ши. Это именно классическая тушь. И давайте ее откроем. Я как раз начну ей пользоваться, потому что я никогда не доберусь. Да, она кремовая и пахнет тушью. Что еще можно сказать? Пока что ничего. Но вот все, я ее вскрыла. Больше не могу ждать. Нужно начать пользоваться. И говорят, что чем дольше ею пользуешься, тем менее у тебя пересохшие ресницы. Потому что некоторые туши их иссушают. Они становятся ломкими, они ухудшаются. Ну, посмотрим, насколько это работает. И также, о, правильно сказала, масло ши и кератин. Туши я очень люблю. Bloom and Blossom. Я достала его и начала рассказывать вам, что это какой-то спрей для подушки. А теперь присмотрелась, что это сухое ночное масло. Состав на 99% натуральный. И куда бы его себе набрызгать. Так, чтобы сейчас все... Ой, оно не жирное, приятно. И вот когда оно еще не может расслабиться, я вам говорила, что я использую спрей для подушки. Там также есть эфирное масло лаванды. На первом месте миндальное масло. Оно очень легкое по текстуре. И вот когда я была в положении, для того, чтобы предотвратить появление растяжек, я пользовалась именно маслом сладкого миндаля. Дальше масло маринги. Натуральный витамин Е. Масло примулы вечерней. Жожоба. Лаванда. Отлично. И дальше иланг-иланг, герань, ромашка. Но это пахнет очень приятно. Расслабляюще. И да, я думаю, что это как раз именно для вечернего применения. Когда нам не нужно бодрить свой организм и разум. И вообще нужно настроиться на релакс, отдых. Очень-очень приятная отдушка. Класс. И что самое главное, оно питает, но нет ощущения вот какой-то жирности. Знаете, когда наносишь на себя масло и сразу хочется помыться. Или ты уже представляешь, как ты сейчас прилипнешь к своей чистой постели. Здесь все очень комфортно. И моя сухая кожа это буквально съест за несколько минут. Илла Маска. Это очень классный косметический бренд. И это хайлайтер. Я когда-то разыгрывала. А я же вам еще не сказала, что в конце ролика будет очень-очень классный конкурс. К 8 марта. Так что обязательно дождитесь конца. Или можете прямо сейчас участвовать. Условия, как всегда, самые простые. И это OMG. Я вам точно говорю. Запеченная текстура. Я не уверена, что это именно этот оттенок. Но абсолютно точно то, что польские визажисты очень сильно советуют этот хайлайтер. Его как бы продают в качестве секрета на всяких там курсах визажиста. Я точно узнаю, как назывался тот хайлайтер. И напишу вам в инфобоксе. Вот интересно, вы знаете о нем или нет. Напишитесь, популярен ли он в ваших странах. И говорят, что он дает такое красивое освещение. Прям как будто тебя поцеловал какой-то ангел. Что нет какой-то цветной базы. Что это просто, вот знаете, такой отблеск. Когда ты смотришь ровно, то нет пятна, скажем, на вашем лице. Но когда ты поворачиваешься, то видно вот это сияние. И причем он вообще не текстурный. И в нем нет никаких блесток. Он просто вполировывается, вшлифовывается в кожу. Я спрошу у Сандры, какой это был цвет. Возможно, это именно этот. Из того, что мне еще попалось, это очищающая маска для комбинированной жирной кожи. У меня совершенно не такая. Я сомневаюсь, что Томаш будет этим пользоваться. Это маска от марки Эспа. Здесь в составе есть калиновая глина. Она хорошо очищает. То есть убирает все какие-то застойные явления. Но в составе еще есть разные успокаивающие компоненты. Маска. Маска. И маска. Мы проверим маску. А вот марка Эспа хорошая. И ее средства очень многие хвалят. Но то, что я бы точно вам советовала, это масочки от бренда Кадали. Это мои маски. Они не были в рассылке. Я ими вовсю пользуюсь. И одна из таких самых любимых, это такая интенсивная очищающая маска Детокс. У меня когда-то была целая коробочка именно с брендом Кадали. Я очень сильно полюбила их очищающие маски. И вот эта супер классная. Она очищающая, но она и увлажняет кожу одновременно. Здесь в составе есть белая глина. Очень классная. Если вам нужно что-то, что и очистит, и не будет раздражать лицо, то советую вот эти масочки. Они хорошие. Буквально за 15 минут приводят кожу в порядок. Если есть какие-то несовершенствия, то она за несколько применений помогает их как бы вытянуть наружу. То есть она не уберет их за один раз. Но во всяком случае вы поскорее от них избавитесь. В этом ролике я несколько раз упоминала какой-то там волшебный спрей, который я использую перед сном, наношу на подушку с ароматом лаванды. Он у меня от бренда This Works. И он тоже у меня из Look Fantastic. А вот этот от марки Neom. Органический бренд. Английский. 100% натуральный. Я предполагаю, что здесь тоже есть эфирные масла. И используется точно так же. Давайте посмотрим, протестируем, как это пахнет. Я думаю, что я своей кровью должна подарить что-то такое. Да и Тома к ней очень хорошо спит. Написана инструкция. Значит, нанести на подушку, лечь, вдохнуть в течение 7 секунд и выдыхать на протяжении 11. Я никогда так не пробовала. Я никогда даже не думала о том, сколько секунд я вдыхаю и сколько выдыхаю. И выглядит очень симпатично. Даже красиво будет поставить на туалетном столике. И вот когда что-то в красивой упаковке, к этому даже тянется рука. Вы со мной согласны? Этим хочется пользоваться больше, чем когда упаковка не настолько привлекательная. И, пожалуй, самое интригующее находится в этой коробке. Я в замешательстве. Мне понадобилось несколько минут, чтобы узнать, что это за зверь такой. Оказывается, что производитель вот этой штукензы, она называется Три Полар Стап, делает также всякие устройства для косметологических кабинетов. И вот эта мини-версия для домашнего использования. Она далеко не бюджетная. Но в прошлом году я так как-то осторожно смотрела на New Face и не знала, чего от него ожидать. Возможно, через несколько месяцев я скажу, что это что-то феноменальное, что это что-то гениальное, что-то, чего ранее я не испытывала на своей коже. Что же это такое? Оно подогревает кожу локально. Сначала наносим гель и потом нужно еще посмотреть по инструкции, как правильно им пользоваться. И когда подогревается кожа в определенных местах, то она расслабляется и каким-то образом это все стимулирует выработку коллагена и эластина. Со временем наша кожа стареет, теряет свою упругость. И вот эта вещь должна как бы сделать лицо более упругим. Кстати, не только лицо, его также можно использовать и на шею, на область декольте и даже на руки. По рукам очень часто можно определить приблизительно возраст человека. Они у меня еще и сухие. Вот блин, говорят, что сухая кожа стареет быстрее, чем жирная или даже комбинированная. Мне не терпится зарядить и испытать это на себе. Я думаю, что на этом мы с вами будем заканчивать. Еще от себя я могу порекомендовать на Look Fantastic Tone Shiseido. Я сама недавно докупила чуть более светлый оттенок, недавно показывала его в собиралке. Очень нравится мне 2% тоник с салициловой кислотой от Polo's Choice. Конечно же, The Ordinary кровавый пилинг. Я буду продолжать его использовать даже в теплое время года, летом, потому что я не вижу никаких противопоказаний. Он не очень агрессивный и даже для новичков подойдет. Просто держите мало времени. Очень мне нравится также бальзам на основе масел от Emma Hardy. И, в общем, еще раз повторюсь, что всю нужную информацию вы найдете в инфобоксе. Ну и, конечно же, конкурс. Я хотела бы устроить небольшой розыгрыш. К 8 марта условия, как всегда, самые-самые простые. Вот такая палетка от бренда Илла Маска. Это не бюджетный бренд. У меня есть палетка поменьше от этой марки. Очень пигментированные, очень хорошо тушуются. И у вас даже больше выбор оттенков, чем у меня. Здесь есть как матовые, так и шиммерные оттенки. Можете сделать самый базовый макияж на каждый день. Или же что-то более нарядное, сверкающее. В коробочке ко дню Святого Валентина мне попался очень красивый хайлайтер от марки Benefit. Мне так и хотелось его попробовать. Он нежнейший. И я не сделала этого. Я приберегла его для какого-то конкурса. Насколько одному человеку нужно хайлайтеров. У меня есть румяна от Benefit. Я их очень люблю. Я думаю, что кому-то из вас будет приятно получить вот такого малыша в нежно-розово-нюдовой упаковке. И на коже это дает очень такое нежное свечение, но заметное. То есть, это хайлайтер, который вы можете использовать и в нюной, и также в вечернее время. Если вы его наслоите, то будет очень красиво сиять. Сыворотка от марки Espo на маслянистой основе. Вы можете использовать ее в качестве самостоятельного средства. Или же несколько капель добавлять в глиняную маску или в ваш увлажняющий крем. Тогда он станет более питательным. А если у вас супер сухая кожа и вот эта межсезонья, она как-то вот некрасиво принимает тональный крем, все супер видно. Попробуйте добавить несколько капель вот этой сыворотки в ваш тон и распределить все пальчиками. Все под впитается и будет смотреться более естественно. Применение, как видите, масса. Ну и, конечно же, под крем вы совершенно спокойно, классическим образом можете наносить это средство. Еще я нашла вот такую миниатюру. Ну как, здесь 10 мл. Вам хватит попробовать. У меня есть сыворотка под глаза, точнее, это же такой крем. А это увлажняющая сыворотка от бренда E-Cooking, о котором я вам сегодня рассказывала. Миниатюра моей любимой масочки от Filargy. Все хочется сказать от Filargy. От Filargy, та, которую я нахваливала, хватит на несколько раз попробовать. И увлажняющий тоник от марки Now Bay. И вишенка на торте. Это такая маленькая помада от марки E-LAMASCO. Это миниатюра, но зато красивый нюдовый оттенок. Я думаю, что в сочетании с тенями, которые я для вас выбрала, как раз будет очень красиво, гармонично выглядеть. На этом мы с вами прощаемся. Всех целую и обнимаю. Обязательно участвуйте в конкурсе. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.